Девушки отдыхают Своего пришествия и кончины века Сегодня мы будем рассматривать крайне важную тему Ислам в библейских пророчествах После того, как самолеты врезались в башни Международного торгового центра в Нью-Йорке Внимание всего мира внезапно сосредоточилось на исламе Религии, о которой многие из нас мало что знали Вы видите съемки из Мекки, Саудовской Аравии Это центр мусульманского мира Каждый мусульманин хотя бы раз в жизни обязан совершить путешествие в Мекку В сердце земли пророка Мухаммеда, который написал Коран Священную книгу исламской религии Может ли быть такое, что библейские пророчества абсолютно ничего не говорят об этой многочисленной религии? Сегодня мы ответим на этот вопрос Оказывается, что Библия говорит об исламе Слово «Ислам» значит покорность «Мусульманин — это приверженец ислама» Статистика утверждает, что на сегодняшний день Количество мусульман составляет от 1 миллиарда 300 миллионов До 1 миллиарда 800 миллионов человек Сегодня я дам вам несомненное доказательство того Что Библия говорила об исламе за 600 лет до его возникновения Я уверен, что вы знакомы с этим пророчеством Речь идет о четырех всадниках апокалипсиса Много книг было написано на тему этих всадников На эту тему даже создавались фильмы И все же многие люди так и не понимают подлинного значения пророчества о четырех всадниках Я уверен, что вы изумитесь от того, что узнаете на этом занятии Книга Откровения включает в себя три группы по семь Семь печатей, семь труб и семь чаш Четыре всадника — это первые четыре из семи печатей О которых говорится в Откровении 6 Давайте прочитаем этот отрывок Стих 1 И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей Обратите внимание на одну важную деталь Печати снимает Агнец Божий, Иисус Христос И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей И я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом Иди и смотри Я взглянул, и вот конь белый Цвета коней играют важную роль Поэтому обращайте на них внимание Я взглянул, и вот конь белый И на нем всадник, имеющий лук И дан был ему венец И вышел он как победоносный И чтобы победить Теперь прочитаем о втором коне И когда он снял вторую печать Я слышал второе животное, говорящее Иди и смотри У каждого коня свой отдельный цвет Поэтому обращайте на них внимание И вышел другой конь, рыжий И сидящему на нем дано взять мир с земли И чтобы убивали друг друга И дан ему большой меч Дальше идет третий конь, черный И когда он снял третью печать Я слышал третье животное, говорящее Иди и смотри Я взглянул, и вот конь вороной И на нем всадник, имеющий меру в руке своей И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий Хиникс пшеницы за динарий И три хиникса и очменя за динарий Елея же и вина, не повреждай И наконец, посмотрим на четвертого коня И когда он снял четвертую печать Я слышал голос четвертого животного, говорящий Иди и смотри И я взглянул, и вот конь бледный И на нем всадник, которому имя смерть И ад следовал за ним И дина ему власть Над четвертой частью земли Умерщвлять мечом и голодом И мором и зверями земными Итак, четыре коня Белый, рыжий, черный и бледный На что это указывает? При изучении библейских пророчеств Я обнаружил, что объяснение непонятных деталей Нужно искать в других отрывках Писания Которые указывают на то же пророчество Это чем-то похоже на составление пазла Кусочек за кусочком Если каждый кусочек попадет на свое место У вас получится полная картина Многие главные библейские пророчества Повторяются дважды или трижды А некоторые и по четыре, и по пять раз Изучаемое нами пророчество Встречается в другом месте Писания В Ветхом Завете Где оно было записано за 600 лет До написания Откровения В книге Захарии, глава 6, стихи с 1 по 8 Интересно, что это же пророчество Записано и в 6 главе Откровения Тоже с 1 по 8 стих Итак, Захария, глава 6, стихи с 1 по 8 Мы знаем, что разделение на главы и стихи Произошло позже Поэтому подобное совпадение Можно считать интересным, да и только Пророк Захария описывает тех же коней Только в его описании Они впряжены в колесницы Захария перечисляет белых, рыжих, вороных И пятнистых и сильных Иоанн перечисляет белого коня, рыжего, черного и бледного В Захарии 6 мы находим белых, рыжих, черных и пятнистых и сильных Интересно, что в книге Захарии нам дается объяснение этих коней Давайте прочитаем 4 стих из 6 главы И начав речь, я сказал ангелу Это пророк Захария говорит Что это, господин мой? И отвечал ангел и сказал мне Это выходят 4 духа небесных Которые предстоят пред Господом всей земли Итак, 4 всадника это 4 духа Что это значит? На что это указывает? О чем это нам говорит? Я размышлял над этим и спрашивал себя Может ли быть такое, что сейчас на мир воздействует рыжий или огненно красный дух? И в какой-то момент меня осенило А ведь таки действует этот дух И на мировоззрение людей, и на их образ жизни, и на их веру Нет никаких сомнений, что этот дух именно красный Вы слышали о нем Красный дух Красный Китай Красная Россия Красная Румыния Это не что иное, как коммунизм Красный цвет – это общепринятый символ коммунизма Можно ли утверждать, что этот дух влияет на психику человека И определяет его систему ценностей И его убеждения и мироощущения Коммунизм – это гигантское движение Это система убеждений Вскоре мы увидим, что каждый из всадников Представляет основные системы взглядов Которые присутствуют в нашем мире Будьте готовы к удивлению Давайте рассмотрим, как огненно-рыжий или красный конь Описывается в Откровении 6 И сидящему на нем дано было забрать мир с земли Отнял ли коммунизм мир у земли? Да, с самого своего начала С Октябрьской революции Забрал ли Советский Союз мир с земли в 1917 году? Безусловно Это был ужасный переворот Потом последовала Китайская революция После которой в 1949 году к власти пришли коммунисты А дальше были Корея, Вьетнам и Конго Коммунисты всегда приходили к власти при помощи переворота И неудивительно, ведь им была дана власть отнять мир у земли Дальше в Откровении написано И чтобы убивали друг друга Что бы это значило? Что коммунисты уничтожают не только своих врагов, но и друг друга Например, Сталин погубил жизни 20 миллионов граждан Советского Союза Только подумайте, он погубил 20 миллионов человеческих жизней А сколько времени прошло с того момента, как коммунисты Китая в 1949 году пришли к власти? Каких-то 60 лет Можете поверить, что в результате культурной революции в Китае погибло 60 миллионов человек? Да, коммунисты убивают даже своих Дальше пророчество говорит И дан ему, всаднику на красной лошади, большой меч Скажите, обладает ли коммунизм огромной военной мощью? Осмелится ли кто-то одновременно выступить против России и Китая? Нет, никогда в жизни Вспомните флаг Советского Союза Красный флаг с изображением серпа и молота Красный цвет — это символ коммунизма и социализма По сути, это два синонима Коммунизм — это политическая идеология Социализм — это экономическая система Всемогущий Бог изрек, что одним из мировоззрений, доминирующих в последнее время, будет красная сила Сила коммунизма Теперь перейдем к следующему коню Вороному коню или черному духу Есть ли в нашем мире другая система убеждений? Возможно, даже противоположная коммунизму, которая представлена черным духом Да, такая система есть По сути, последние 60 лет Холодной войны были состязанием между капитализмом и коммунизмом Давайте рассмотрим всадника на вороном коне Что он держит в руках? Меч? Нет Меру или весы? Что символизируют весы? Торговлю, коммерческую деятельность Капитализмом движет коммерция и свободное предпринимательство Так что мы имеем дело с духом, который вдохновляет капитализм В стихе 6 мы читаем Целый день работать за одну мерку пшеницы Целый день за три мерки ячменя Но не причиняю щерба ни маслу, ни вину Что это такое? Похоже на пророческое описание состояния фондовой биржи, не так ли? Индекс промышленных акций Доу Джонса поднялся настолько-то Индекс американской телефонной телеграфной компании упал настолько-то Помните девиз Билла Клинтона, когда он баллотировался в президенты? Все дело в экономике У Джорджа Буша-старшего был высокий рейтинг Однако он не был переизбран, потому что экономика упала В капиталистической стране все вращается вокруг экономики В капстранах люди голосуют за свои кошельки Фраза «Не причиняю щерба ни маслу, ни вину» указывает на то, Что президенту кап страны все будет прощено, кроме одного – Нестабильной экономики Кто-то может спросить, а есть ли доказательства того, Что капитализм представлен черным духом? В 1966 году я пристально следил за выборами в Германии И все потому, что в последние тысячу лет Германия находилась в центре европейской истории Большинство императоров Священной Римской империи Были выходцами из Германии Поэтому мне было интересно знать, что происходит в сердце Европы В выборах участвовали две главные партии Социалистическая партия, представленная социал-демократами И капиталистическая, представленная христиан-демократами Процесс выборов был очень напряженным И в конечном итоге оказалось, что никто не набрал больше половины голосов избирателей И та и другая партия заполучила по 40 с лишним процентов голосов А 7% достались маленькой свободной демократической партии – СВДП Чтобы прийти к власти, либо христиан-демократы, либо социал-демократы Должны были создать коалицию с СВДП СВДП – это было на руку И хотя у них было всего лишь 7% голосов Они начали требовать больших полномочий После 30 дней переговоров Христиан-демократы и социал-демократы Разочаровались в СВДП И решили сделать что-то необычное Они сформировали так называемую Большую Коалицию А СВДП оставили за бортом Так как христиан-демократы набрали больше голосов, чем социал-демократы То последние заявили Вы ставьте канцлера, а мы поставим его заместителя Потом мы вместе создадим правительство и будем иметь большинство Вот как на этот счет высказался журнал «Тайм» Послушайте, это сверхъестественное исполнение пророчества Я читаю из выпуска за 9 декабря 1966 года «Тайм» о выборах в Германии Большая коалиция двух главных партий Христиан-демократов и социал-демократов Которые на протяжении многих лет были яростными соперниками Стало союзом черного и красного Это напоминает брак по расчету Но согласитесь, что обе половинки изумительные Я всегда догадывался, что вороной конь был символом капитализма Но у меня не было доказательств И тут самый популярный журнал в США подтвердил мои догадки Черный цвет они употребили как символ капитализма А красный — коммунизма и социализма Цвет лошади соответствует определенной идеологии С того времени я понял, что черный цвет — это такой же символ капитализма, как красный коммунизма Разве это не удивительно, как Бог заранее знал о силах, которые будут доминировать в последнее время И как Он предупредил нас об этом при помощи соответствующих цветов Теперь поговорим о белом коне или белом духе Что же это за белый дух? Коммунизм мы уже прошли Капитализм тоже Что же еще остается? Долгое время я не мог понять значение белого коня И вот, когда я читал серию проповедей в Индианаполисе Я зашел в кабинет пастора церкви И на полке увидел книгу, которая называлась «Коммунизм, демократия и католическая сила» Книга была написана Полом Бленчардом «Постойте, — сказал я, — коммунизм и демократия — это же два коня Красный или рыжий и черный» С какой стати Пол Бленчард Ставит католицизм в одном ряду с коммунизмом и демократией? Я одолжил книгу и нашел ее очень интересной Между прочим, эта книга была не о пророчествах и религии, а о политике Автор защищал идею, что коммунизм, демократия и католицизм — это три силы Три системы убеждений, которые контролируют образ мышления и поведение человечества Послушайте отрывок из этой книги Почти каждый межнациональный конфликт в современной истории был порожден конфликтом между этими тремя силами — коммунизмом, демократией и католицизмом Эта книга породила вопрос — может ли католицизм быть белой силой? Я начал копаться в этой теме Мои поиски привели меня к книге «Ключи этой крови», написанной одним из самых выдающихся католических писателей 20-го столетия — Малакай Мартином Послушайте, что он написал в первой главе своей книги «Ключи этой крови» Вопрос вовсе не о том, или будет мировое правительство, или нет Это уже решено Все нации стали взаимозависимыми Единственный вопрос состоит в следующем Кто будет управлять мировым правительством? Эти слова заинтриговали меня, потому что я хорошо знал библейские пророчества о всемирном правительстве И вот что Мартин сказал дальше Есть три и только три геополитические силы с доктриной и структурой, необходимой для управления мировым правительством Коммунизм, католицизм и капитализм Я был поражен Мартин говорил то же, что и Бленчард Картина начала проясняться Но мне по-прежнему оставалось доказать, что белый цвет имеет отношение к католицизму Я обнаружил, что традиционно Папа Римский облачается в белой одежде Почти всегда, когда вы его видите, он в белом Как-то мне пришлось увидеть вертолет Папы Он был белого цвета Помните попытку покушения на Папу Иоанна Павла II в 1981 году? После этого, для его появления на публику сконструировали пуленепробиваемый автомобиль И его прозвали Папмобиль Какого он цвета? Белого Позже я узнал, что авиакомпания Ал Италия обеспечивает Папу самолетом для его путешествий по миру Какого цвета самолет? Белого Ответьте мне на вопрос Если бы у Папы был конь, какого бы цвета он был? Я думаю, что ответ очевиден Он был бы белого цвета А можете ли вы вспомнить, что еще говорится о всаднике на белом коне в Откровении 6? У него есть лук, но он не стреляет У него есть оружие, но совсем не такое, как у традиционных политических сил мира То есть он вооружен, но не стреляет Далее сказано, что ему дан был венок или корона Известно ли вам, что до 960 года нашей эры Папы никогда не носили венцов? По-моему, Папа Григорий был первым папой, который надел корону Это была красивая тройная корона, которая по сей день хранится в музее Ватикана Получается, что все детали пророчества подтверждаются Давайте сделаем небольшой обзор того, что мы уже прошли Мы узнали о четырех конях Белом, красном, черном и бледном Мы проанализировали трех из них и пришли к изумительным открытиям Мы обнаружили, что Пол Бленчард и Малакай Мартин Независимо друг от друга написали о трех геополитических силах Которым соответствуют белый, красный и черный цвет Мы также выяснили, что Захарий 6 глава стихи с 1 по 8 И Откровение 6 стихи с 1 по 8 Это одно и то же пророчество Они говорят о конях одинаковых мастей Более того, мы определили, что белый конь – это католическая система взглядов Которая является одной из основных религий мира Красный конь – символ коммунизма Который представляет одну из главных мировых идеологий Черный конь – символ капитализма Еще одной из главных мировых систем убеждений Если это так, значит эти печати были уже давно сняты Некоторые люди считают, что эти печати будут сняты только в последние 7 лет Но это невозможно, потому что мы знаем, что католицизм стал официальной религией в 300 году нашей эры И мы знаем, что Карл Маркс написал манифест коммунистической партии в 1848 году Нам известно, что в последнее время капитализм был и остается мощной силой На что это все указывает? На то, что снятие печати в Откровении – это долговременный процесс, который окончится Армагеддоном Когда царства этого мира станут царствами нашего Господа Семь труб – это менее продолжительный процесс, который тоже окончится Армагеддоном Семь чаш – это совсем короткий процесс, который тоже окончится Армагеддоном Нужно отметить, что правительство последнего времени во главе с Антихристом Ассоциируется в Откровении 17 с красным цветом На что это указывает? На то, что мировое правительство последнего времени, возглавляемое Антихристом Будет социалистическим или коммунистическим Это правительство формируется прямо сейчас Недавно журнал Newsweek напечатал статью «Теперь все мы социалисты» В настоящее время издается много статей о том, что капитализм и свободное предпринимательство мертвы И что мы сейчас переходим в глобальное социалистическое общество На следующем занятии мы рассмотрим последнего коня – бледного Вам станет ясно, что Библия говорит об исламе Сначала нам нужно было разобраться с первыми тремя конями И выяснить, что Бог рассказывает нам о системах убеждений На следующем же занятии вы узнаете всю правду о бледном коне И вы будете поражены до глубины души Мы изучим пророчество, которое указывает на силу, которая обратила на себя внимание всего человечества Эта сила претендует на завоевание Европы и представляет угрозу для Америки Речь идет об исламе Что такое ислам? И какое место отводится ему в библейских пророчествах? Этот вопрос важнее всех остальных Потому что библейские пророчества исполняются в самых мельчайших подробностях Итак, на следующем занятии мы выясним значение бледного коня Мы определим место ислама в библейском пророчестве И выясним, чего конкретно нам ожидать в ближайшем будущем Не пропустите этот познавательный урок На прошлом занятии из серии «Понимание последнего времени» мы определили, что четыре всадника в книге Откровения представляют духов В Захарии 6.5 написано, что четыре коня — это четыре духа, которые исходят от Господа всей земли Красный дух — это коммунизм, черный — капитализм, белый — католичество На этом занятии мы выясним личность четвертого всадника и значение четвертого коня Давайте обратимся сейчас к нашему исходному тексту Откровение, глава 6, стих 7 И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий «Иди и смотри» И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть И ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертую частью земли Умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными Я помню то время, когда я старался докопаться до значения этого последнего коня Он для меня был загадкой В конце концов, я опустил руки и сказал «Здесь сказано, что это смерть, значит, я и буду так учить» Мол, этого всадника зовут смерть, а за ним следует ад Чем раньше человек умрет, тем меньше у него будет шансов спастись Тем больше вероятность того, что он попадет в ад Честно признаюсь, меня это объяснение не устраивало Я ведь точно знал, что первые три всадника были католицизм, коммунизм и капитализм По-моему, смерть никак не вписывалась в их компанию Мне всегда казалось, что я что-то пропустил Пару лет назад я решил вернуться к этому пророчеству Я обнаружил, что слово «бледный» было переведено от греческого слова «хлорос» Я подумал, но ведь хлорофилл, хлорософилл, придает растениям зеленую окраску Я посмотрел на перевод этого слова, и оказалось, что хлорос значит «зеленый» Я спросил, почему же это слово переведено как «бледный» Я решил проследить, сколько раз слово «хлорос» встречается в Новом Завете Я обнаружил, что в общей сложности четыре раза Я открыл Марка 6.39 и прочитал Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве Как видим, слово «хлорос» перевели как «зеленый» В Откровении 8.7 сказано «И вся трава зеленая» То же слово «хлорос» сгорело Здесь тоже перевели как «зеленая» Откровение 9.4 «И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих» Тоже перевели как «зелени» Теперь мы подходим к Откровению 6.8 «И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть» Здесь перевели как «бледный» Странно получается, везде зеленый, а здесь бледный Почему, спрашивается? И тут до меня дошло Хорошие переводчики должны доносить не только буквальное значение слова, но и смысл сказанного Я представляю, что слово «зеленый» напрашивалось само собой, когда речь шла о растительности А когда переводчик дошел до коня, он призадумался «Зеленый конь? Я ничего подобного не встречал» Зеленого коня в природе не существует Он начинает перебирать другие возможные переводы слова Среди них «бледно-зеленый» Слово «хлорос» может означать первое «зеленый», второе «желто-бледный» В Кассиановском варианте Русского Нового Завета этот стих звучит так «И я увидел, и вот конь желто-зеленый, и сидящий на нем, имя ему смерть, и ад следовал за ним, и была дана им власть над четвертой частью земли, чтобы убить людей мечом и голодом, и мором, и зверями земными» По-моему, в этом случае Кассиановский перевод передает значение оригинала более точно, чем синодальный Я пересмотрел пророчество и пришел к выводу, что правильный перевод — это «зеленый конь» А теперь скажите, есть ли зеленый дух? Мы уже выстроили ряд — католицизм, коммунизм, капитализм Каждый из всадников представляет основные системы взглядов, которые присутствуют в нашем мире Есть ли еще какой-то изм? Символом чего является зеленый цвет? У католичества белый цвет, у коммунизма красный, у капитализма черный А какая система убеждений представлена зеленым цветом? Чтобы найти ответ на этот вопрос, прочитаем одну заметку, которую я нашел в энциклопедии Заметку под заголовком «Воинственный ислам пришел в Америку» написал Дэниел Пайпс Послушайте, что он сказал После падения в 1991 году Советского Союза люди заговорили, что на смену марксистско-ленинской идеологии, коммунизма, должен прийти ислам, как необходимый противник Запада На языке символов, на западном стенде фотографий преступников, зеленый цвет, цвет ислама, сменил красный, цвет коммунизма Я ничего в тексте не менял Я привел вам достоверную цитату Эта заметка не носила духовного или пророческого характера Это была сугубо политическая заметка Дэниел Пайпс говорит, мы все время боялись красной силы марксизма Теперь же мы боимся зеленой силы ислама Обратите внимание, что в подавляющем большинстве на флагах исламских стран преобладает именно зеленый цвет После этого открытия я отправился в Израиль Вы знаете, что в Израиле, особенно в восточной части Иерусалима, живет огромное количество мусульман Я принялся фотографировать Здесь вы видите фотографию магазина, расположенного возле Храмовой горы Обратите внимание на обилие зеленого цвета А это фонтан, где мусульмане омывают свои руки, лица и ноги перед входом в мечеть Вы видите, что ограды вокруг фонтана зеленого цвета Вообще все конструкции из пруткового металла на Храмовой горе зеленого цвета А это парад Хамаса Вы видите, что на них пояса смертников И повсюду зеленые флаги Символ ислама Еще несколько фотографий Огромная зеленая дверь на Храмовой горе Все тот же символ ислама Снимки парада Хамаса Еще исламские парады Как видите, повсюду наблюдается зеленый цвет А вот другой вход на Храмовую гору Ворота зеленого цвета Мы видим, что все у них покрашено в зеленый цвет Еще один парад Это снимок издалека Еще один фонтан с зеленой оградой А это вход в мечеть Алякса Прямо на Храмовой горе Все зеленое Почему? Потому что это официальный цвет ислама А вот еще один снимок Я был сильно шокирован, когда увидел его в первый раз Рамадан – это особый месяц, который мусульмане отводят для поста На протяжении 30 дней они не едят от восхода солнца до заката Днем они постятся, а после захода солнца едят Это их священный месяц В 2007 году, по случаю окончания Рамадана, самое высокое здание Нью-Йорка, Empire State Building, было украшено, как вы думаете, какой подсветкой? Зеленый С символом ислама Это было сделано в знак уважения к исламу Похоже, что владельцы небоскреба боялись, что их детище постигнет судьба башен близнецов Поэтому они заявили «Ислам! Мы любим тебя! Мы твои друзья! Будь добр! Не трогай нас!» Итак, делаем вывод. Исламизм – это религиозно-политическая идеология, которую смело можно поставить в один ряд с католицизмом, коммунизмом и капитализмом Что же нам известно о всаднике на зеленом коне? Что имя ему – смерть В действительности, ислам – это культура смерти Ислам восхваляет смерть Отсюда и пошли террористы-смертники Ислам – это культ смерти Сколько случаев взрывов смертников произошло за последние 10 лет? 500? 1000? Да мы уже со счета сбились Ислам – это единственная религия, которая порождает террористов-смертников Вспомните, что все шахиды были приверженцами ислама Сколько шума поднял датский карикатурист, изобразивший Мухаммеда в тюрьбане в виде бомбы с зажженным фитилем, как символ исламского терроризма Мусульман эта картинка оскорбила Они были возмущены не бомбой, а тем, что кто-то осмелился изобразить Мухаммеда В ответ они начали сжигать церкви и убивать людей Таким образом они доказали, что на самом деле ислам – миролюбивая религия Несколько карикатур породили массу беспорядков, поджогов и убийств Это факт. Вы сами обо всем этом можете прочитать А вот женщина-смертница, она припоясана взрывным устройством В действительности, ислам – это культура смерти Ислам восхваляет смерть Когда их детям исполняется два года, они начинают учить их, что самое большое жизненное достижение – это умереть во имя Абхазии Ислам – это культ смерти Взамен на мученическую смерть молодежи обещается мгновенный доступ в рай и внимание чернооких красавиц-девственниц Я это не придумал, вы сами об этом можете прочитать Об этом уже все знают Послушайте высказывания матери одного из смертников Вот как она прокомментировала поступок своего сына, который взорвал себя и нескольких евреев Вот что она сказала на этот счет Он всегда мечтал о шахаде Мученическая смерть за веру была смыслом всей его жизни Я ему как-то сказала Дорогой, мы все хотим быть шахидами А он мне ответил Во всем этом мире для меня нет девушки Мне никто не подходит Я хочу жениться над черноокой Я сказала, раз ты этого хочешь, тогда тебе нужен шахад Слава Аллаху за столь великую честь, что мой сын шахид И не только мой сын шахид, но все шахиды – мои дети Слава Аллаху, это моя честь Это моя гордость Если вы считаете, что это какой-то исключительный случай Я хочу напомнить вам, что перед терактом смертники делают видеозапись Они обращаются к своим родственникам со словами «Я надеюсь, что вы гордитесь мной» Как же я рад, что могу умереть во имя Аллаха После просмотра таких записей своих детей Отцы и матери обычно пускаются в пляс Они веселятся и торжествуют Они гордятся своим ребенком Видите ли, мусульмане научены, что только мученические Мученическая смерть во имя Аллаха может гарантировать спасение Даже Ясер Арафат при жизни сказал «Надеюсь, что когда-нибудь и я стану мучеником за Аллаха» Это культура смерти Всадника на зеленом коне так и звали «смерть» Я вам уже сказал, что молодым смертникам внушают, что сразу после самоподрыва во имя Аллаха они попадут в рай Однако такое учение идет вразрез с Библией Библия говорит, что участь всех убийц в озере Огненном Вот вам и обман Помните, что следует за всадником на зеленом коне? Ад Не рай, а ад Какое разочарование для шахидов Если ты отнял у кого-то жизнь, не ожидай очутиться в раю, как этому учит ислам Библия однозначно говорит, что за ним следует ад О чем еще говорится в пророчестве? Там написано, что всаднику на зеленом коне дана власть над четвертой частью земли На сегодняшний день число мусульман почти достигло 2 миллиарда человек А общее население земли вскоре составит 7 миллиардов человек То есть мусульмане составляют четверть населения Им дана власть над четвертой частью земли Убивать мечом Любимая форма убийства в исламе – отсечение головы Посмотрите на этот видеорепортаж Американцы и их президент Англичане и сионисты Испорченные существа Аллах велик Если Аллаху будет угодно Он нация Мухаммеда То даже камень будет кричать Вот еврей прячется за мной Подойди, о мусульманин Подойди и отсеки ему голову И мы будем отсекать Пока ни одного еврея не останется в живых Аллах велик Итак, зеленому духу дана власть убивать мечом и голодом 96% мусульман живут в Африке и на юге Азии В самых бедных частях мира Которые страдают от голода Видите, насколько точно это пророчество? Да, это зеленый дух Официальный символ ислама Бог описал нам ситуацию в самых мельчайших подробностях Чтобы мы знали, что из себя представляет этот всадник на зеленом коне Теперь мы должны спросить себя Наступило ли уже время зеленого всадника или нет? Мы знаем, что всадник на зеленом коне появится после снятия четвертой печати Пятая печать — это Великая скорбь Значит, эра зеленого коня, эпоха подъема и рассвета ислама Наступит накануне Великой скорби Если вы понимаете библейские пророчества, то вы знаете, что уже можно расслышать приближающиеся шаги Великой скорби Давайте прочитаем о пятой печати Откровение, глава 6, стихи с 9 по 11 Зеленый конь описывается в 7 и 8 стихах Теперь мы подходим к 9 стиху Послушайте «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божье и за свидетельство, которое они имели И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые И сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число Души убитых во время великой скорби кричат Они не присутствуют на земле физически, но их души живы И они кричат громким голосом «Да каких пор ты не отомстишь живущим на земле за нашу кровь?» И в ответ они слышат «Подождите еще немного до конца скорби» Перед великой скорбью произойдет одно важное событие, которое напрямую связано с исламом В Откровении в 9 главе, в стихах с 13 по 18, говорится о войне, на которой погибнет одна треть человечества Эта война начнется у реки Ефрат Река Ефрат берет начало в Турции, проходит через Сирию и часть Ирака и впадает в Персидский залив Это интересно, потому что каждый сантиметр Ефрата проходит через мусульманские территории Скажите, а где сегодня проходит сражение? 145 тысяч американских военных находятся именно на берегах Ефрата Многие люди считают, что описанная в Откровении война происходит прямо сейчас Многие мировые лидеры утверждают, что Третья мировая война уже началась Мы пока точно не знаем Пока только одно очевидно Дух Ислама переживает сейчас период рассвета Давайте посмотрим, что произойдет после Великой Скорби Переходим к шестой печати И когда он снял шестую печать, я взглянул И вот произошло великое землетрясение И солнце стало мрачно, как влосеница И луна сделалась, как кровь Небо исчезло, свернувшись, как свиток Цари земли, и вельможи, и военачальники, и люди богатые и влиятельные Все попрятались в пещерах И говорят они горам и скалам «Скройте нас от сидящего на престоле, потому что пришел великий день гнева» Это все произойдет накануне второго прихода Христа Сначала всадник на зеленом коне Потом великая скорбь И, наконец, второе пришествие Иисуса Христа Солнце стало черным, как мешковина из козьего волоса Луна стала красной, как кровь А небесные звезды упали на землю Все эти события будут сопровождать возвращение Иисуса Христа Именно так это описано в Откровении, глава 6, стихи с 12 по 14 А вот что Сам Иисус сказал об этом в Своем выступлении на Элеонской горе Обратимся к Евангелию от Матфея, глава 24 Обратите внимание, что название нашей телепередачи взято именно из этого отрывка В самом начале ученики спросили у Иисуса Скажи нам, когда это будет И каким будет знак, по которому мы узнаем о Твоем возвращении и о конце этого мира Вся 24 глава – это пророческий ответ Иисуса Матфея, глава 24, стихи с 29 по 31 И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет Те же события, что и после шестой печати И луна не даст света своего, и звезды спадут с неба И силы небесные поколеблются Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе И тогда зарыдают все племена земные И увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных То же описание, что и в Откровении 6 «Небо исчезло, свернувшись как свиток Цари земли и вельможи, все попрятались в пещерах Все народы земли будут охвачены скорбью Они увидят Сына Человеческого, идущего по небесным облакам в могуществе и великой славе Он пошлет своих ангелов, и те под громкий трубный зов Соберут Его избранных от четырех ветров, от края и до края небес Так произойдет второй приход Христа Из-за того, что это не за горами, мы и проводим такие курсы, как понимание последнего времени Второе пришествие нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа приближается Итак, что же мы узнали? Шестая печать — это Армагеддон и Второе пришествие В Матфея 24 объясняются события, которые будут предшествовать возвращению Христа и сопровождать Его Помните, что там написано, что сразу же после бедствий, которые будут в те дни, солнце померкнет, и луна не даст света Звезды упадут с неба Тогда на небе появится знамение Сына Человеческого, и Он пошлет своих ангелов собрать Его избранных Вот так Что же это значит для всех нас? Послушайте меня внимательно Мы живем в последнее время Что же нам делать? Бежать от всех подальше и строить себе бомбоубежище или стараться спастись как-то иначе? Чем нам заниматься в эти последние времена? В книге пророка Даниила, в главе 11, в стихах 32-33, записано пророчество о нашем времени Там сказано, поступающих нечестиво против Завета, Он привлечет к себе лестью Он — это антихрист, мировой диктатор последнего времени Он привлечет людей лестью и подтолкнет их к компромиссу А что же будут делать истинные поклонники живого Бога? Но люди, чтущие своего Бога, здесь говорится не о номинальных и теплых христианах, но о людях, которые знают своего Бога и ходят с Ним Что же с ними будет? Они ослабеют и отчаются? Нет, там написано, что люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать Получается, что некоторые люди проявят себя с худшей стороны, а другие — с лучшей Дальше сказано, что разумные из народа вразумят многих Сейчас вы проходите курс понимания последнего времени Вы получаете знания, которые помогут вам вразумить многих Чем же мы должны заниматься? Нужно ли нам поддаваться духу вялости и компромисса? Ни в коем случае В это время мы должны обновить свое посвящение Иисусу Христу Сегодня вялые христиане никому не нужны Наши сердца должны пылать Иисус рассчитывает на нас Как церковь последнего времени мы не имеем права ослабевать Во что бы то ни стало, мы должны пересечь финишную линию И вы, и я Не будьте теплым Не будьте равнодушным Разумные люди вразумят многих Пожалуйста, окажитесь в их числе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!